коллеги всех приветствую транс часов московское время мы снова с вами если вы вдруг впервые что сообщает что вы наладе центре поддержки индустрии фитнеса где мы каждый день обсуждаем все самое полезное для развития фитнес-клубов и студий сегодня 7 сентября поговорим сегодня продажах вернее не просто продажах о том как продажи делать с помощью команд как собирать команды как и делать классные команды отделов продаж фитнесе для нас есть эксперт светлана хитрян здравствуйте давайте мы вас подключим сразу заранее всем хочу сказать что если вы пропустили какой-то из эфиров то через некоторое время мы выкладываем все и запись эфира и презентации наших ресурсах поэтому можно будет пересмотреть там пока я вас все вижу презентации презентацию вы на выслали до высылала не подгружена давайте скажите что могу продублировать куда-нибудь да продублируйте а куда мы все ну давайте сейчас напишем свой телефон можно ватсап коллеги пока презентацию подгружаем хочу пару анонсов сделать что вы не знаете но мы в этом месяце сентябре идем в минск к нашим коллегам из публики беларусь проводим форум и конвенцию ездим по клубам встречаемся с руководителями фитнес клубов я уверен будет замечательно замечательно будет погода и замечательно пройдем время поэтому если вдруг не из минска из россии хотите присоединиться будем рады вас месяцами забрать выходные с 22 по 24 сентября если вы из минска то конечно же вам совершенно точно обязательно стоит посетить мероприятие пообщаться будет много полезного обсудим в том числе проблемы но не проблемы задачи связаны с аккредитации фитнес клубов на республике беларусь тоже государство интересуется активно фитнес индустрии поэтому возникает вопрос сам это просто изучаем это не даже сказать изучили у нас есть эксперт по этому поводу который нам помогает уже этим поделимся ну и конечно же собой ведем экспертов из россии из разных городов которые могут поделиться многим полезным ну и конечно помимо встречи в низке мы планируем уже мероприятия в москве в сколково мало того что уже практически на 90 процентов программа у нас готова по всем направлением программа огромнейшую двух словах не рассказать но зато мы каждый понедельник наши коллеги выступают рассказывают о каком-то из направлений рассказали про бизнес-форум ближайшие выходные в понедельник мы презентуем программу фитнес-конвенции фитнес ректория потом у нас программа стартапов в общем много много всего мы это будем активно анонсировать поэтому на самом-то деле если вы работаете фитнесе вам точно надо побывать на этом мероприятии 17 по 19 ноября москва сколково наше мероприятие теперь с этого с осени 23 года называется россия фитнес чтобы никто не путался с названием global фитнес global фитнес форум россия вот пока я все это рассказывал загрузилась презентация славным вам слова расскажите нам действительно нам всем нужны чемпионские команды потому что мы знаем что сейчас мы видим пока вам не испугнуть эту историю что фитнес достаточно в топе все показатели по лету и по продажам и по посещаемости у нас не самых лучших за последнее время ну и конечно мы рассчитываем также и на активное активно осень мы должны мало того что показатели если золотать дыры которые у нас и проблемы которые были накопились за пандемию за последующие истории в том числе связанные с экономическими данным вызовами но и конечно же собираемся фитнес прям он топил топил поэтому слона рассказывайте будем пользоваться вашими советами благодарю за слово максим коллеги всем привет перейдем сразу к сути дела сегодня я буду рассказывать о том как создавать чемпионские команды продаж фитнесе кстати да меня зовут светлана хачатарян я генеральный директор агентства коммуникации меркату агентство коммуникации у меня занимается тем что собирает те самые команды продаж обучает команды продаж и увеличивает продажи особенно узко мы занимаемся нишей фитнеса так как я сама из фитнеса и проработала коммерческим директором управляющим директором на протяжении 10 лет фитнес индустрии и сейчас плотно занимаюсь развитием продаж в разных фитнес клубах поэтому мне есть чем сегодня с вами поделиться главные вопросы при создании команды и чемпионов почему я называю команду чемпионов потому что большие амбициозные результаты может делать только команда из людей которые заряжены на эти результаты а такие люди это чемпионы по своей натуре вы конечно можете собирать разную команду разношерстную команду и у вас могут быть посредственные менеджеры вашем отделе но стоит учитывать что посредственные менеджеры которые работают только для того чтобы закрывать текущий план и никак не больше приносят посредственные результаты если вы сегодня подключились к этому эфиру значит что значит давать какие-то слова может быть и вся тема выступили триггерами значит вас эта тема волнует значит для вас важно создавать команду значит вы хотите команду чемпионов значит у вас есть проблема в продажах это может быть все вместе и тогда вы попали точно туда куда нужно а может быть и по отдельности возможно у вас сейчас а не то что команды чемпионов нет а нет команды как таковой и сегодня мы тоже про это поговорим а возможно у вас вроде есть команда но продажи и выполнение планов это та больная точка которая вас будоражит изо дня в день и вы не можете справиться с этой задачей поэтому при создании команды продажа хотим более команды чемпионов есть главные вопросы а как быть лидером сильной команды я почему начинаю с этого вопроса потому что создавать чемпионскую команду продаж может не каждый руководитель руководитель который боится конкуренции он в принципе не может создавать такие команды поэтому для команды чемпионов нужен чемпионский руководить тот лидер, который не боится нанимать к себе акулпродаж и работать их главарем их стаи. Поэтому это на самом деле насущный вопрос. А как быть лидером этой сильной команды, чтобы они тебя не сожрали, чтобы ты для них был действительно лидером, чтобы такие люди приходили и оставались с тобой в команде, потому что сильная команда, она сама по себе несет опасность, в том числе для своего лидера. И если этот лидер слабый, то либо его выгонят из этой команды, либо команда просто не сможет работать под его руководством и сама распадется. А как нанимать тех самых сильных людей? Мы в менеджменте проходим разные обучения. Мы учимся управлять командами, учимся тайм-менеджмент, учимся постановке задач и даже учимся проводить собеседование. Но на самом деле проведение собеседования – это такой ключевой навык руководителя, а тем более руководителя продаж, который требует тренировки за дня в день. Как я вижу, проводится собеседование сейчас. Допустим, мы берем на аутсерс фитнес-клуб. Я прихожу и смотрю, как руководители проводят собеседование. У меня на самом деле волосы стоят дыбом, потому что собеседование может закончиться через 5-10 минут, потому что руководителю вдруг с самого начала было понятно, что это не его человек. Я задаю вопрос, по каким параметрам, как ты это понял, почему ты решил, что не стоит уходить вглубь. У руководителя нет ответов, потому что вот они так почувствовали, не так говорит, не так одет, не так себя ведет, не так сел. И все это на начальном этапе влияет на принятие решения о том, брать человека в команду или нет. Конечно, каждый фактор на собеседовании имеет важное значение, но при этом сегодня мы поговорим про то, как вообще проводить сильные собеседования для того, чтобы вы не сливали достойных кандидатов, потому что вам так показалось в самом начале. Как нанимать этих сильных сотрудников, сильных менеджеров, как их адаптировать в команде и как их еще и развивать, если они уже изначально пришли к вам сильные. Как выстроить работу вот такой вот сильной команды, чтобы они приносили максимально возможные результаты для вас и для организации. Как вырастить ту команду, которая самостоятельно создает рост. Вроде кажется утопия, но на самом деле не утопия. Я могу про это говорить и делиться с вами опытом, потому что у меня есть опыт команд, которые я нанимала, обучала, и в итоге они самостоятельно уже шли за ростом, создавали рост команды и компании в целом. Это главные вопросы, про которые мы сегодня будем с вами говорить. Первый вопрос, да, как быть лидером сильной команды. Я уже обозначила важность этого вопроса, потому что говоря про сильную команду, вы в первую очередь должны понимать, что вы как руководитель способны и находитесь на том уровне лидерства, при котором вы можете управлять этой сильной командой. Прежде чем вообще разобраться, как управлять сильной командой, вы должны разобраться, какой вы лидер, на каком уровне лидерства вы сейчас находитесь и подтянете ли вы на своем уровне сейчас вот эту сильную команду. Поэтому начнем мы с того, что разберем с вами уровни лидерства. Первый уровень лидерства – это статус. Это тот уровень, при котором вас назначили на должность. Вас или вы назначили своего руководителя отдела продаж. Это влияние, исходящее из должности. То есть пока нет никаких подкрепленных результатов этого лидерства, есть назначение. Это когда вы, если вы роб, вам провели собеседование и назначили для команды, вы пока еще лидер по должности, они вас не знают. Да вы и сами себя еще в этой команде не знаете. Если вы, допустим, управляющий фитнес-клубом, и вы нанимаете робо, или кого-то из своей команды вытягиваете и назначаете в качестве руководителя отдела продаж, это тоже на первый период лидер по должности, то есть человек, которого назначили. У такого лидера есть особенности. Если он в целом по своей натуре, по своему опыту, также продолжает быть лидером по должности, то есть это не ситуация того, что вы назначили, и он у вас лидер по должности первый месяц, пока адаптируется, а человек еще сам по себе никогда не работал руководителем или работал, но не смог вырасти. Если вы берете кого-то из команды и назначаете в качестве робо, то важно понимать, что да, это будет лидер по должности и по своему духу, и по слову, так сказать. А если вы нанимаете, у вас есть возможность нанимать извне, то, конечно, лучше этот уровень лидерства упустить и нанимать сразу лидеров на уровне выше, потому что человек и так вначале еще будет лидером по должности, его не будут воспринимать как истинного лидера, и если есть возможность нанять человека, который на уровень выше, это классно, надо нанимать такого, потому что здесь есть особенности. Уверенность и стабильность у лидера по должности основаны не на своем таланте, не на своем опыте, они основаны на должности. Меня назначили, я приказываю, я тут руководитель, я говорю, как и что всем делать. Ну и, как я сказала, особенность, что часто достигается через назначение. Какие есть риски, когда вы, руководитель, который на уровне 1, или вы нанимаете такого руководителя, авторитарность или управление, он подменяет отсутствующие лидерские качества. То есть я не знаю, как иначе руководить, нежели быть авторитарным руководителем, который командует. Не знаю и не умею. Самое худшее и не хочу. Вот если у вас такого уровня руководитель, то риски тут высокие. Какие? Потому что будет высокая текучка. Это тоже один из рисков, который исходит из авторитарного стиля управления. Слабый боевой дух команды. Ну, команду, которую все время топят, она никогда не будет сильная, у них будет слабый боевой дух, не будет мотивации, или они будут даже находиться в демотивации. И низкие результаты, как таковые, как итог управления лидером по должности. Поэтому, если вы сейчас, слушая и понимая, что, допустим, вы роб, и в команде вас однозначили, и вы еще не набрались такого опыта, чтобы уже быть не лидером по должности, а расти, стоит поставить себе жирную галочку и понимать, что из этого уровня нужно выходить быстро. Есть руководители, которые застревают на этом уровне. Чаще всего, конечно, застряв на этом уровне, они просто переходят из компании в компанию, с фитнес-клуба в фитнес-клуб. Полгода там, полгода здесь, еще пару месяцев там. И вот очень быстро собственникам и руководителям становится понятно, что это не очень хороший руководитель. А есть те, кто застревают, и вот этот авторитарный стиль управления презентуют в качестве своей силы. И тут нужно будет разбираться, а команда уважает этого человека, команда его воспринимает как лидера или нет. Второй уровень – это когда наш руководитель уже выходит из положения, что его просто назначили, и команда его не воспринимает. Этот уровень называется «одобрение». Вот если объяснять, что такое второй уровень лидерства одобрения, то классно его объясняет фраза у вас на слайде. Лидерство – это умение убедить людей работать для вас, даже тогда, когда они этого не хотят. Когда команда одобряет вас как своего руководителя, принимает вас и готова с вами что-то делать, я не говорю работать, что-то делать и рада, что вы у них есть, это вот как раз то, что выйди, поработай в выходные, потому что мы не вытягиваем план. И команда идет, выходит работать в выходной, потому что вы уже можете их убедить в этом, потому что они уже одобряют вас как своего руководителя. Тут вы уже попадаете в сердце своей команды, и это очень важно. Невозможно перейти на другие уровни, если вы не попали в сердце своей команды, если они не одобрили вас как своего лидера. Иногда, не иногда, а даже очень часто руководители застревают на этом уровне, потому что вроде бы как назначение есть, меня назначили руководителем, команда меня одобрила. Все хорошо, работаем. И продолжают работать, оставаясь на втором уровне, на уровне одобрения. Но я сразу оговорюсь, на этом уровне невозможно создавать чемпионские команды продаж. Сейчас вы поймете, почему. Но прежде чем поймете, посмотрите вот на эту картинку. Один норвежский ученый провел исследование, он изучал курятник и иерархию в курятнике. Я не знаю, для чего он это делал, но, видимо, для чего это было нужно. Мы впоследствии очень классно сопоставили это в работе с командой. Так вот, в любом курятнике есть одна главная курица, которая клюет всех остальных куриц, но ее не клюет никто. Есть курица номер два, которая не клюет курицу номер один, но тоже клюет всех остальных куриц. И так по нисходящей, пока мы не доходим до вот той несчастной курицы аутсайдера, которую клюют все, но она не клюет никого. Так вот, лидеры по должности часто прибегают к запугиванию, к устрашению, заклевать человека. Они чем-то напоминают кур, а команда напоминает курятник, потому что, когда лидер клюет всех, то у всех остальных тоже появляется такой стиль поведения и управления в команде, как заклевать своего соседа. Чем отличается уровень два, одобрение на уровне два, друг к другу уже не клюют. И не клюет тот лидер, который находится на уровне два. Его со стороны руководителя на уровне два чаще всего, по моей практике, просто отсутствуют моменты контроля, и они для того, чтобы не выйти из вот этого уровня одобрения, стараются не контролировать, не давать негативную обратную связь своей команде, а всегда только поддерживать. И вот ровно поэтому здесь уже сильной команды продаж не будет, потому что на одной поддержке далеко не уедешь. Есть и гораздо больше других инструментов, которые тоже нужно применять. Так вот, если вы лидер по должности, то, скорее всего, и вы применяете авторитарный стиль управления, то, скорее всего, ваша команда выглядит как курятник. Если вы не хотите, чтобы ваша команда выглядела как курятник, не хотите быть главной курицей, которая клюет всех, то переходим на уровень 2. Уровень 3 – продуктивность. Вот на уровне 2, да, чем отличаются друг от друга? На уровне 2 люди собираются вместе просто для того, чтобы быть вместе. Другой цели у них нет. Таких команд, кстати, тоже часто наблюдаются вот это вот вместе пообедать, вместе выпить чай, кофе во время перерывов, вместе с руководителем. И это все очень классно, эта команда образовывает. Но когда нет других целей, есть цель только быть вместе и работать на определенный результат, то это уже не про чемпионскую команду. А вот на уровне 3, на уровне лидерства, продуктивность, люди собираются вместе для достижения общей цели. И им по-прежнему нравится быть вместе, но теперь они вместе не просто так, а для какого-то дела, для того, чтобы делать результаты. Другими словами, вот они ориентированы на достижение этих результатов. Вот отличие уровня 2 от уровня 3. На уровне 3 я одобряю своего руководителя, я одобряю свою команду, мы все вместе делаем результат и идем к цели, которую поставил нам руководитель. Вот на этом уровне, вот с этого уровня уже начинается создание сильных команд. Так вот оцените себя и подумайте, на каком уровне вы. Вот если вы вышли на уровень 3, вот здесь мы с вами уже можем говорить про создание сильной команды, потому что те навыки, которые нужны руководителю для создания сильной команды, уже зашиты в уровень 3 продуктивность. Уровень 4, то есть идем еще выше, это наставничество, лидерство, основанное на наставничестве. Вот на уровне 2 последователи любят лидера, на уровне 3 они им восхищают, на уровне 4 они ему преданы. На уровне 4 есть риски. Новые люди в команде вас все равно будут считать лидером по должности. И это все пройдет ровно тогда, когда вы начинаете показывать свои наставнические возможности. Так вот, кто такой наставник, да, вот уровень 4, он про что? Это лидер, который может показать своим примером, который не только раздает задачи, но и показывает, как эти задачи выполнять. Тот, об кого можно опереться в сложные моменты. Наставник, он всегда требует результаты. Вы с наставником никогда не находитесь в состоянии, что он вам только помогает. Тут на самом деле вот эта двусторонняя власть, при которой наставник выставляет задачи, это довольно-таки амбициозные, показывает, как их можно достичь и отпускает вас самостоятельно их достигать. Наставничество – это не все делать вместе со своей командой, и уж тем более не делать за команду. За команду делают на уровне 2, на одобрении. Тогда делают за команду, чтобы оставаться хорошим, чтобы любили, принимали. И ни в коем случае не растерять эту команду и потом заново не нанимать. Это все не хочется делать. А вот на уровне 4 за своих людей никто не делает. Мне часто встречаются роботы, которые говорят, мы не выполняем план, менеджеры не успевают, хотя они все звонят, проводят презентацию, на плане выполняется, я выхожу продавать сам. И вот это вот уровень 2. Если вы выходите продавать самостоятельно, мы не говорим про сильную команду. Вы не должны выходить продавать самостоятельно. Вы должны в те периоды, когда вы обучаете, обучать продавать так, чтобы люди делали высокие результаты. Это уровень 4. А есть еще уровень 5. Вот если мы говорим про то, лидерами рождаются или ими становятся, то можно сказать, что лидерами по личности, которые могут дойти до уровня 5, рождаются. Это мое личное мнение, основанное на том опыте, который есть. Это наивысший уровень влияния, для которого человек должен быть лидером на протяжении всей жизни. И это те люди, за которыми идут, за которыми идут другие компании, за которых готовы работать даже бесплатно. Но эти люди не манипулируют этим. Они просто по личности своей настолько сильны, что люди за ними действительно идут. А вот стать лидером, если ты им не рожден, можно и дойти можно до уровня вот этого 4, до уровня наставничества. И на самом деле на уровне 4 лидеры это огромное количество сильнейших управленцев во всех сферах, которые вы только можете вспомнить. Не обязательно доходить до уровня 5, чтобы быть сильным руководителем, создавать сильные команды. На уровне наставничества вы уже находитесь там, где конкуренция очень мала между лидерами. А, на мой взгляд, для уровня 5, для наивысшего уровня нужно вот им быть порождением. Так вот, мы с вами разобрали, кто такой лидер и какой лидер может на самом деле нанимать себе сильную команду продаж. Что вы должны находиться на определенном уровне, этот уровень должен быть не меньше, чем уровень продуктивности. Это у вас должна быть та команда, которая хочет работать продуктивно, которая готова работать вместе с вами продуктивно, а вы умеете на эти продуктивные рельсы настраивать. Не меньше уровня продуктивности вы должны быть как лидер. Поэтому оцените себя. Если вы не роб, вы руководитель роба, то оцените своего роба, а на каком уровне он находится. Если вы понимаете, что уровень еще не дотянут до сильной команды, это не страшно. Ведь мы можем взращивать себе лидера и идти по этим уровням. Для этого просто необходимо расти, выходить из зоны комфорта и делать какие-то дополнительные действия для этого роста. Не пропортинировать ни в коем случае свой личный рост. А как вот нанимать сильных? Я начала говорить про... Ну, то есть мы определились, что мы сейчас остаемся здесь лидерами, которые находятся уже на уровне продуктивности или с теми лидерами, которые точно хотят расти. Если вам этого не хочется, то дальше слушать нет смысла, потому что дальше мы уже будем разговаривать про детальную работу и про то, как вот эту чемпионскую команду продаж составлять. И первое, с чего начинает лидер свою работу, с того, что ему нужно нанять себе сильных сотрудников. Даже если у вас сейчас есть сильная команда, вы ее когда-то нанимали и с ней уже довольно-таки долго работаете, есть смысл провести собеседование каждому своему сотруднику. В чем сложность... Вот мы начнем сначала со своих сотрудников. В чем сложность проведения собеседования тем, кто уже у вас в команде? А у них уже вот хорошее такое... большое количество плюсов, за которые вы бы взяли их, если бы они у вас не работали. Они знают ваши бизнес-процессы, программы, в которой вы работаете, понимают этапы продаж, с которыми вы работаете, знают вашего клиента и знают кучу внутрянки. Но умеют ли они продавать так, как вам бы хотелось, как вы ищете вот эти навыки у людей извне? Поэтому первый этап я предлагаю всегда, если вы уже долго работаете с командой, и вы не очень довольны результатами, или каждый раз эти результаты достигаются с большим трудом провести глубокое собеседование с каждым членом команды. Так вот, я, приходя в новый фитнес-клуб, если я его беру в работу и в развитие, даже там перед тренингом, провожу собеседование с руководителями отделов продаж и с менеджерами, которые уже работают. И это всегда такой страшный опыт для тех, кто уже работает, хотя для них это должно быть вообще не страшно, потому что у них реально есть огромное количество достижений, за которых их взяли, там, другой фитнес-клуб, допустим, они уже в этом свалились и понимают. Для чего я это провожу? Потому что то собеседование, допустим, которое я провожу, которое вам рекомендую проводить, оно на самом деле очень глубокое. Это собеседование про, не только про знания, умения и навыки в продажах, но и про личность, потому что сильные сотрудники, они должны быть сильны как личности. И если они у вас прекрасно даже все выучили, наизусть знают презентацию вашего клуба и могут наизусть отчеканить отработку любого возражения, это не говорит о том, что на своем личностном уровне они являются чемпионами и хотят много и качественно продавать. Все там выучив наизусть и прекрасно вам рассказывали, они могут продолжать всего лишь собирать сливки продаж и завершать, заключать контракты только с теми, кто и так хотел. А для создания сильных команд, которые будут растить ваши результаты, вам нужны люди, которые умеют мыслить, анализировать и умеют действительно отрабатывать самые сложные возражения, не просто их выучив, а понимая и разбираясь в этом. И для того, чтобы разобраться, перед вами такой человек или не такой, вам нужно проводить глубокое собеседование про его личность, про его действия и про его результаты. Так вот, что такое собеседование про личность? Это то, что в большинстве случаев выпускается на всех собеседованиях, особенно если это должности линейного персонала. К линейному персоналу относятся менеджеры, администраторы. Мы спрашиваем про опыт, где работали, какие были результаты, что назовите топ-5 ваших ошибок, назовите, чем вы гордитесь, чтобы вы исправили. В общем, какие-то общие вопросы. И если человек пришел уже на пятое собеседование, как вам, то плюс-минус он уже научился его проходить. И совсем упускается в собеседовании первый этап – это разобраться с личностью. Чтобы разобраться с личностью, нужно понимать, какие интересы, чем занимается, чем занимался до прихода в эту должность и на эту позицию, что важно в жизни, с чем категорично не согласен будет человек в работе, есть ли друзья, нет друзей. Это показатель работы в команде. На самом деле это не имеет никакого значения. Вы можете взять как человека, у которого вообще нет друзей, и он будет такой бог-одиночка, но он все равно будет находиться в стае вашей. А можете и брать человека, у которого много друзей, это командный человек и так далее. Но для вас это будет понимание роли в команде. Мы про это поговорим сегодня. Будет понимание, какая роль в команде может быть у вашего сотрудника. Ну, то есть еще раз. Первая часть собеседования – это всегда про личность. Упуская личность человека и переходя сразу к его опыту, вы слишком мало про него поймете для того, чтобы брать его на работу. Знание его личностных характеристик, качества и вообще какой-то анализ жизни поможет вам в будущем уметь мотивировать этого человека и знать, чем мотивировать. Конечно, вы не узнаете всего. Вы узнаете в крупную клетку, поймете, кто перед вами. Но гораздо лучше понять, кто перед вами в крупную клетку, нежели просто понимать, что это администратор из фитнес-клуба А, которого вы взяли в свой фитнес-клуб Б. И он работал в этой программе и имеет какой-никакой опыт. Вторая часть собеседования – это про действия. Какие действия были сделаны в предыдущем месте работы. Это то, как строился рабочий день, что умеет делать, что не умеет делать человек. И только третий этап – какие были результаты. Потому что про результаты все рассказывают качественно, красиво и красочно. Так вот, чтобы оценить эти результаты, вот рассказ про результаты, он правдив или неправдив, вы должны уже будете к этому моменту понимать, какая личность перед вами, какие действия он проделал. Первый этап – это глубокое собеседование, которое я рекомендую проводить как текущим сотрудникам, если вы решили взяться в свою команду и сделать из нее чемпионов, так и проводить тем, кто к вам только приходит, когда вы нанимаете. Ну, к ним, конечно, особое внимание, к новым кандидатам и никаких коротких собеседований 5-10 минут. Вот кто со мной, может, у вас был уже опыт, когда вы за 5 минут понимали, что это не ваш человек точно. Если такое было, напишите, пожалуйста, что вам показалось, за счет чего вы поняли, что это точно человек не вашей команды. Мне просто интересно, мне часто говорят об этом, что 5-10 минут, и мне все понятно. А я рекомендую проводить дальше, уходить вглубь, и все-таки выяснять про личность. И когда провожу такие собеседования вместе с Ропомент, допустим, или с ведущими менеджерами, мы понимаем, что первое мнение, оно было ошибочно, и сейчас посредством более длительного собеседования мы поняли, что этот человек в нашу команду, роль которой как раз-таки не хватало, и мы можем взять его на эту роль, с учетом того, что даже нам изначально показалось, что это не тот человек. Глубокое собеседование. Первый этап. Чтобы нанимать сильных, нужно проводить такое собеседование. Второй этап – это шоковая адаптация. Как чаще всего проводится адаптация в нашей индустрии, в фитнесе. Так, запишите, а потом зачитаю. как чаще всего происходит. К нам приходит человек, мы его сажаем в отдел продаж, или руководитель отдела продаж несколько дней, что-то с ним там в кабинетке проходит, изучает, или мы отдаем его ведущему менеджеру, или там старшему менеджеру, лучшему менеджеру в отделе, и говорим, пусть сидит и смотрит. И даем кучу, значит, кипу бумажек, за счет которых наш новый сотрудник должен понять, куда он попал, и что ему здесь делать. Я предлагаю так не делать. И на самом деле вы сэкономите очень много времени себе, вы сэкономите очень много времени вашим сотрудникам. Я предлагаю сразу понять, человек останется работать в ваших реалиях или не останется. А чтобы вы это поняли, человеку нужно сразу погрузиться в реалии. Что делаю я в последние годы своей работы? Я отдаю основную часть бизнес-процесса, в котором человек должен изучить сам. То есть не трачу время, не трачу время роба и сотрудников для того, чтобы рассказать, как у нас тут в компании все выстроено. Это все надо прочувствовать и через это пройти это раз. А два, если у вас все это написано в бизнес-процессах, то пусть человек сам это все изучит. То есть после того, как мы согласовали, сказали, что он выходит на работу, он выходит в первый день, получает вот эту кипу, но он ни в коем случае не сидит ее, не считает в отделе продаж, то есть он не тратит драгоценное время посмотреть на опыт коллег, на то, чтобы сидеть и читать. А я это часто вижу. Дали кипу, значит, сидит в отделе продаж, эту кипу изучает. Мы далее говорим, это тебе дома, завтра или послезавтра это нужно будет все выучить и понимать, чтобы у тебя вопросов касательно бизнес-процессов наших не было. А теперь у тебя есть один день, чтобы посмотреть все этапы работы, сходящие звонки, входящие звонки, презентация клуба, заключение договора и завершение сделки. И если необходимо, посети пару групповых занятий, посмотри, как они проходят. У человека шок. У вас тоже, да, наверное, шок. Первое, что приходит в голову, как за один день, но это вопрос того, насколько человек готов вообще к стрессовым ситуациям, о стрессовой ситуации в отделе продаж фитнес-клуба, это вот каждый день у нас стрессовой ситуации, потому что мы и продаем, и сервис, и ответ на все вопросы клиентов, и т.д. и т.п. Поэтому стресс, это неотъемлемо вообще от любого продажника, а уж тем более в фитнес-клубе. И все, и вы отпускаете сотрудника на эту шоковую адаптацию с выдачей задач. Что вы хотите от него получить по окончанию дня? Чтобы ваша адаптация проходила качественно, вы каждый день по окончанию дня должны получать ответ на те вопросы, которые ставите в начале дня перед своим стажером. В первый день это может быть прийти и рассказать, как мы работаем с холодной клиентской базой. Или после сегодняшнего дня ты придешь ко мне, и мы проиграем в такую ситуацию исходящего звонка и входящего звонка. Или, допустим, после сегодняшнего дня ты приходишь и проводишь мне презентацию по клубу. Вот как запомнил, как получилось, сегодня нужно, вот идеально, как это делают уже менеджеры, но как ты выучил, как запомнил. То есть в начале дня, прежде чем его отправить, все это смотрите, изучать, вы ставите задачу, с которой в конце дня вы должны будете разобраться и понять, человек способен, не способен, получается, не получается, в чем сложности. тут я скажу, у меня в моем опыте было огромное количество ошибок, длительных адаптаций и веры в сотрудника. Когда я вроде провела глубокое собеседование, человек точно подходит, я его беру, но я вижу, что он очень медленно усваивает информацию. При этом я говорю, ну ничего, просто там тип личности такой, не все могут быстро учиться и применять это в работе. Но я говорю про ситуацию, когда человек там проходит неделю, да, уже прошел у нас, садится, пятый раз, я ему говорю, возражение мне дорого, и он пятый раз просто входит в ступор и ничего не может мне ответить. Хотя все еще говорю о том, что нужно дальше. Вот суть шоковой адаптации в том, что ну нет времени заниматься вот этим обучением совсем юного, совсем новичка на долгой основе. Это вложение средств в компании. Потому что зарплата того, кто обучает, платится, время идет, и вы учите сотрудника, который не готов условно или не может, не способен быстро принять информацию, переварить и потом выдать. Оговорюсь, есть случаи, конечно, очень редко, но есть, и у меня есть такие кейсы, когда была ну очень долгая стажировка, и потом вышел классный специалист, который долго работает, работает хорошо. Но это вот как раз на уровне личности. У меня был такой кейс, и я брала в абсолютно критичной ситуации менеджера без опыта продаж вообще. Это была девушка-стюардесса. Она была классная, внешний вид, манеры, умение общаться, но что такое продажи, понятия не имела. А мне очень нужен был человек, который вот займет эту роль, показать внешним видом, как нужно выглядеть, как нужно разговаривать, вообще вот займет роль такого интеллектуала, а как аристократа в моей отделе продаж. И да, мы месяц не адаптировались, но я изначально себе поставила задачу, что она не умеет продавать, и я буду учить ее продавать. Поэтому сейчас я очень рекомендую, если вы очень верите в сотрудника, как ролевая модель, он вам очень нужен, то тогда вы тратите на него время, определяете, какое количество времени. Если такая ролевая модель у вас уже есть в вашей команде, и вы понимаете, что не горит, вы можете позволить себе собирать чемпионскую команду, то проводите шоковую адаптацию, чемпионы через нее проходят. Сколько длится шоковая адаптация? 3-5 дней. Через 5 дней человек должен у вас знать все этапы продаж, уметь их применять, отрабатывать возражения, завершать сделку, заключать с клиентом договор и работать в программе на базовой основе. И это произойдет в том случае, если вы будете его каждый день выпускать в отдел задачи и забирать. Вы можете делать не так, что там утром зашел, вечером вышел, утром зашел, в обед вы отработали задачу, ушел после обеда, вечером вы отработали вторую задачу. Вы мне тут что-то пишите, я сейчас посмотрю. На вопрос про то, как на собеседовании можно понять, что точно не мой человек за первые пять минут. Непроявление заинтересованности, отсутствие вопроса кандидата, манера общения. Вы знаете, тоже из кейсов, непроявление заинтересованности, тоже очень часто защитная реакция, вроде бы как, но мне не так, чтобы очень сильно нужна ваша работа, я скакать не буду. Есть другая сторона, когда могут скакать, презентовать и себя, и работу, и под этим потом будет отсутствие усердия какого-то. Вот я все равно предлагаю в таких случаях дать кандидату и вот дать себе, да, то есть сколько вы времени можете себе дать на собеседование для того, чтобы попробовать раскрыть кандидата. Это будет 15-20-30 минут, я для себя дала 20 минут, 20 минут я провожу собеседование в любом случае, даже если кандидат проявляет не заинтересоваться, он же для чего-то пришел, а еще, чтобы не проводить таких пустых собеседований, я сразу даю вопрос, то есть в таком случае, у вас нет вопросов и вы не проявляете интереса, а зачем вы сегодня сюда пришли? Один из таких разов мне сказали, а, и вправду, я даже не знаю, можно я пойду? Я говорю, конечно, можно, тогда мы не тратим время друг с другом. Я вот очень рекомендую еще откровенно разговаривать там и с сотрудниками, и с кандидатами, но, да, манера общения, такая незаинтересованность, она, конечно, может сразу вас оттолкнуть. Неприятный внешний вид, либо несоответствие строения тела со сферой продаж, незнание продукта, да, незнание продукта абсолютно. Про внешний вид тоже такой вопрос острый, да, в отделе продаж нужны красивые, спортивные, ухоженные и так далее. Нестроение тела, это, скорее всего, про полноту. Опять же, у меня был тоже кейс девушки полной, которая продавала как богиня, и продавала таким же полным, понимаете, вот в чем суть. Я ее не нанимала, я пришла в отдел, в котором она уже была, и она была очень грубая по своей натуре, я там каждый месяц хотела ее увольнять, потому что манера общения какая-то с позицией выше со всеми, то есть не со мной, с клиентами, вот ощущение, что я пришла в администрацию какого-то района, да, не фитнес-клубка, менеджеру, но эта девушка продавала таким же вот по внешнему строению, и продавала максимально много, она была лидером продаж в нашем отделе, и поэтому осталась, вот она, мое мнение о людях, которые не похожи, не похожи на фитнес, не соотносятся с ним, очень хорошо поменяла, не всегда, не всегда такие люди совсем не подходят, да, поэтому тоже, это вот из моих кейсов, если бы я сейчас нанимала, и ко мне пришла полная девушка, но она была бы ухоженная, это важный момент, не ухоженные люди, ну, к сожалению, да, фитнес, это не наша тема, хотя, опять же, полно кейсов, девушек, которые приходили не ухоженными, недостаточно ухоженными, классно продавали, я их нанимала, они через месяц становились конфетками, такое тоже может быть, но вот мое мнение, если бы я сейчас нанимала, ко мне пришла бы полная девушка, но при этом она выглядела бы неплохо, но была бы полная, я бы через глубокое собеседование поняла, что она может подойти, взяла бы на шоковую адаптацию, если бы она ее прошла, то welcome, просто дорога открыта, приходи, будем вместе продавать, так, Анна пишет, есть план адаптации сотрудника и программы наставничества под руководством РОПа или менеджера, который хочет и по ресурсам реально готов брать шефство, рефлексия по принципу 360 от стажера, от руководителя, от коллектива, так, я немножко не поняла, есть ли это вопрос, или вы поделились, да, просто планом, но если вот есть у вас план адаптации, и есть РОП, да, который готов, то это очень классно, а вообще РОП, он не то, что должен быть готов, да, это его основная обязанность адаптировать своих сотрудников, а вот и рефлексия, кстати, по принципу 360, это очень классная тема, вот если кто не сталкивался с этим или кто не проводил у себя, то оценка 360, это оценка каждого члена вашей команды, и она действительно очень классно показывает все роли в команде и показывает на самом деле сильных сотрудников, Анна, вот вы пишете про рефлексию, у вас хороший опыт, вот эта оценка она вам помогла, если да, то в чем, поделитесь, пожалуйста, так, Елизавета пишет, но праздник не всегда должен уметь скакать и заговаривать, нет, не всегда, особенно, что мы понимаем подскакать, ну вот у меня один из отделов продаж, там девушки, ну то есть это премиальный клуб, все очень красивые, все очень ухоженные, и никто не скачет, ну то есть вопрос про скакать, это смотря, как мы это понимаем, моб всегда должен быть клиентоориентирован, он всегда должен быть про клиента, он всегда должен быть для клиента, но опять же, все зависит от того, в каком клубе вы работаете, да, но если мы говорим даже про бизнес, бизнес плюс, про премиум, то моб должен находиться на уровне со своим клиентом, вот когда вы начинаете скакать, вы на уровень ниже становитесь, я в экономии вообще нигде не рекомендую вот это вот, да, быть на уровень ниже, если вы хотите проводить переговоры и продавать, то вы должны быть на одном уровне с клиентом, это важная составляющая, заговорить, это про методы переговоров и конечно, менеджер должен уметь даже разговорить с клиентом, который не хочет разговаривать, мы устроили в одном из моих клубов перед Новым годом соревнования, нужно было, это конечно был такой опыт, знаете, бодрящий отдел продаж, но интересно, не все на это способны, но и клуб был эконом формата, то есть, вообще, в эконом формате много клиентов, много сотрудников, и все это добавляет такого движа, да, в компании, была задача, вот сейчас, если вспомнить конкретно, нужно было, нужно было продать мандарины, продать мандарины незнакомым людям, то есть, мы закупили несколько килограмм мандаринов, разделили на команды, сказали, ребят, у вас конкурс, кто принесет больше всего денег за ваши килограммы мандаринов, тот победитель, что-то мы там разыгрывали, что я не помню, ну, то есть, все пришли на работу, красивые, в платьях, я говорю, продаем мандарины, продаем вне клуба, что важно, клиентов мы не трогаем, и вот это про вопрос заговорить, это очень классно, раскрепощают такие задачи людей, то есть, ты должен подойти на улице с незнакомым человеком поговорить, такой интересный опыт, нужно понимать, там, с какой командой, но вот это про заговорить, вот этот навык тренируется, и тренируется абсолютно нестандартными методами в том числе, Анна пишет, да, наладить доверительные отношения между сотрудниками, показать стажеру, что у нас принято открытое обсуждение с целью развития каждого, и принцип критикуешь, предлагай, да, спасибо, и вообще, классно, когда вы стажеру уже демонстрируете ценности вашей компании, и вот этот метод, он помогает эти ценности продемонстрировать, так вот, переходим дальше, да, чтобы мы успели как наримать сильно, вообще, всем спасибо, что пишете, не всегда происходит диалог, а когда диалог происходит, это очень классно, после шоковой адаптации я всегда говорю о том, что вы должны проводить настоящую аттестацию навыков, что я опять же чаще всего вижу в отделах продаж, когда проходит, проходит аттестацию, в которой стажер рассказывает и пересказывает бизнес-процессы, которые он уже прочитал, или своими словами рассказывает, как там нужно продавать, аттестация навыков, это демонстрация действия, когда ваш стажер звонит, пишет, переписки тоже у нас сейчас есть, проводит презентацию, заключает контракт, печатает договор, подписывает договор с вами, звонит там, смотря как в вашем бизнес-процессе, через неделю уточняет, были ли вы уже, как прошла тренировка, если у вас настроены отчеты, что вы были, это показывается, уточняет, как тренировка, и т.д., и т.п. Когда ваш стажер проходит весь путь продаж с вами, или с тем, кто принимает аттестацию, и там демонстрирует свои навыки. Когда вы во время аттестации не говорите, а что делать, когда клиент говорит тебе дорого, проигрываете тысячи и одно возражения, говорите, мне дорого, он отрабатывает, а вы снова говорите, мне дорого все равно, он снова отрабатывает, и т.д. Аттестация навыков, это когда вы весь этот путь проходите, он вам все показывает, демонстрирует, и делает это классно. Если вы на аттестации видите, что на шоковой адаптации время пропущено зря, и если вам стажер не демонстрирует эти навыки, значит, вы плохо провели адаптацию, значит, вы не ставили конкретные задачи, не принимали их по итогу дня, и поэтому к моменту аттестации не поняли, что человек вам их просто не сдаст. Ну и командная роль. Вы должны определиться, какие роли в команде вам нужны. Вам не нужны в команде все там одинаково продающие, одинаково активные, одинаково красивые, и т.д. и т.п. Я уже рассказывала в кейсе с полной девушкой, она совсем отличалась на это дело продаж. Она была полная, она была, ее не назвать грубой, но она была резкая, она была с позиции выше, но это была ее командная роль на своих клиентов. Поэтому вот командная роль, это то, с чем нужно вам определиться, какие роли в команде вам нужны, и как эти роли отбирать во время собеседования, и определять их уже на эту роль после проведения аттестации. А как вы, вот это как мы с вами проговорили, как нанимать сильных, мы проводим аттестацию, проводим шоковую адаптацию, проводим настоящую аттестацию навыков, определяем, какая роль в команде у вашего кандидата. Кто-то умеет классно отрабатывать все возражения, кто-то умеет заговорить клиента, который не отвечает на звонки и сообщений уже шесть лет, кто-то проводит лучше всех презентацию, и вот все разные, у вас в команде должно быть все разное. Чем больше разных, с разными сильными сторонами, тем сильнее ваша команда. Если у вас будут все одинаковые, но и все будут акулами продаж, вроде кажется, это хорошо, мы все ищем акул продаж, которые рвут и мечут, но они просто не уживутся, такая команда просто не сможет работать вместе. Кто-то должен быть мягче, кто-то сильнее, и тогда команда будет находиться в балансе. Ну и вы свою роль как руководителя должны понять, кто вы наставлен для своей команды, или вы внутри команды находитесь, и пока не можете выйти из уровня одобрения. Это тоже та роль, с которой вы должны определиться. Ну и после того, как мы нанимаем сильных, а как выстроить работу команды? Из чего вообще состоит работа руководителя отдела продаж? Я вот приходя в клуб, задаю вопрос Ропу, из чего состоит твоя работа? Мне говорят, выполнение планов, я должен выполнять планы. Как ты выполняешь эти планы? Из каких действий состоит твоя работа? И вот такими вопросами я на самом деле за год работы для себя выяснила, что Ропы, к сожалению, не понимают, что на самом деле их работа. Они думают, что отчеты их работа, они думают, что планерка с руководителем своим это их работа, но не понимают суть, из чего строится, из каких мозаик строится работа любого руководителя отдела продаж. Так вот я вам сегодня расскажу, из чего это строится, в крупную клетку. Но если вы хотите в более мелкую клетку, хотите с каждым из этих этапов разобраться и научиться это делать, то есть ссылка под видео на мой инстаграм, переходите, пишите мне, у меня планируется курс для руководителя отдела продаж фитнес-клуба. На этом курсе мы будем учиться проводить мотивационное собрание. А как на собрании вообще мотивировать свой коллектив? Это важно, это нужно уметь делать. И вроде бы как, когда мы становимся Ропами, кажется, как будто мы это уже умеем, и мы начинаем проводить эти собрания. И только через несколько лет навык мотивирования во время собрания появляется, потому что вы через несколько лет, потому что вы начинаете понимать, через какие ниточки вы мотивируете свою команду. Можно это сделать раньше, если вы эти инструменты сразу получите. Как проводить утреннюю планерку и вечерний отчет? Из этого строится, вообще с этого начинается работа команды продаж. Утром спланироваться, поставить задачи, вечером отчитаться за эти задачи. Это не только у стажеров, это у всех работает. Вся команда работает, когда ее сначала зарядили, а потом спросили, как подводить итоги месяца. Выстраивается работа команды за счет, в том числе, когда вы умеете подводить итоги. Когда вы работаете, вот из месяца в месяц, план закрыли, перешли в следующий, план закрыли, перешли в следующий. Это круговорот, который на самом деле отбивает любую мотивацию, любое желание. Поэтому нужно уметь качественно подводить итоги месяца. Не только объявить, сказать там, кто лучше, похлопать и так далее, а так подвести, чтобы потом снова захотелось идти в бой. Как планировать по смарт или по диска? Это методы планирования, которые просто помогают четко выставлять задачи себе и своей команде. Стандарты и оперативное управление стандартами. Как писать эти бизнес-процессы и стандарты? Как ими управлять? Как их менять? Как их внедрять? Это все то, чем должен владеть РОП и должен уметь это делать. Я часто, приходя в клуб, вижу, задаю вопрос, есть ли стандарты или бизнес-процессы? Мне говорят, да, вот так вот на стол, значит, типа это уложат. Я начинаю изучать, задавать вопросы, а у нас давно это уже не так, это не работает. Ну вот это мы тоже уже недавно отменили, а вот это написали, но внедрить не смогли. И это сплошь и рядом, поэтому нужно уметь управлять стандартами в вашем отделе для того, чтобы делать высокие результаты. Полевое обучение команды РОПом, это вообще моя любимая часть. Вы как РОП умеете обучать? Что такое обучать и какие инструменты обучения у вас должны быть? Это вопросы, на которые у большинства РОПов нет ответов, они обучают посредством только одного инструмента, мастер-класса. То есть показывают на своем примере, ну это классный РОП, который показывают на своем примере. Еще есть куча РОПов, которые вообще не берут телефон, не подходят к клиентам, потому что их назначили, но они это делать не умеют, даже продавать. А как вообще обучать в полях, когда у тебя менеджер сидит на трубке, или он идет к клиентам и презентует ему, как его научить вот там же на месте или через вот это, через эти этапы, не там на месте, но после, как это использовать? И как контролировать показатели? Какие показатели брать в работу? Как их контролировать? Как влиять на эти показатели? Совсем недавно был кейс, в одном из клубов наняли коммерческого директора, который был с большим бэкграундом. И вот ему, значит, выложили показатели, которые уже были в клубе, он на них посмотрел, сказал, да, я эти показатели знаю. Но задача в клубе была их повысить. А вот как повышать, к сожалению, он не разобрался. И даже там за месяц работы он так и не смог разобраться, а как сделать так, чтобы, допустим, конверсия из звонков во встрече была 80%, а не 60%. Как на это повлиять? Делал что-то, но показатель не менялся. Соответственно, как влиять на этот показатель, не знал. Выстраивается работа команды от РОПа вот через эти пункты. Это, конечно, далеко не все. В каждом пункте есть еще свои пункты. Тем не менее, выстраивание работы команды через эти пункты, через вот эти действия идет уже стопроцентное. И вот последний вопрос. Как вырастить команду, которая самостоятельно создает рост? Это то, что кажется зачастую утопией и кажется, что вообще, если без РОПа команда распадется. РОПа идет в отпуск, план не будет выполнен. РОПа уволим, все, команду потеряем. На самом деле, есть этап, когда под сильным руководителем команда сама тоже начинает создавать этот рост и легко может проработать какое-то время без того же сильного руководителя. В мощной команде все связаны. Есть несколько шагов. Первый шаг – это нужно объединить таланты всех членов команды. Составьте матрицу команды, карту или график, как удобно. Разделите способности членов команды на разные категории или группы. Это то, про что я говорила, ролевая модель. Написали Саша, Петя, Маша, Оля. Написали, какие есть категории и группы способностей. И разделили эти способности, раздали каждому в своем. И у вас уже в графике для вас понятно, кто чем обладает. Кто, что делает в команде. Вот есть такие командные роли Белбина, да, есть организаторы, есть исполнители, есть ораторы. Вы также должны определить в вашей команде, какая командная роль у каждого. Если у вас в команде все исполнители, то это одна команда, вы несете на себе большую ответственность сильного лидера. Если в вашей команде есть разные роли, то вы уже претендуете на то, чтобы создать сильную команду. И шаг 3. Оптимальный баланс. Команда продаж, члены, которые умеют только заключать сделки, не будет эффективной, как могла бы, если не будет специалистов по привлечению клиента на встречи. Допустим, никто у вас не умеет по телефону хорошо продавать, но на встрече все продают хорошо. Вам нужен человек, который будет уметь продавать по телефону. Такой человек, попав в команду, мотивирует всех остальных, передает им тоже свой опыт. Если объединить способности сотрудников, то они превзойдут их слабости. Это очень важно. Мы очень часто ориентируемся на слабости наших сотрудников, то, чего нам не хватает. А я рекомендую ориентироваться на их возможности и способности, объединять их, и тогда эти слабости станут незаметными. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать про то, как создавать чемпионские команды продаж, про второй и все эти этапы, как нанимать сильных, как выстраивать работу команды и как вырастить команду, которая самостоятельно создает рост. Я более подробно рассказываю на своем курсе. Можете приходить ко мне, буду рада поделиться. Всем, кто сегодня был, большое спасибо. Буквально минуточка. Если есть вопросы, пишите. Спасибо большое. Да, участники тоже были активны сегодня. Всех благодарю. Благодарю участников, что потратили свое время вместе с нами. Я уверен, что что-то полезное вы к себе возьмете и шкабрализовать. Светлана на связи. Если что, обращайтесь. Я уверен, тоже она сможет вам помочь. Ну и Светлана, конечно, спасибо. Вам за тем, что делитесь полезной информацией для всех нас. Ну что, всем спасибо. Напомню, что скоро выложим запись и презентацию всем в доступе. Спасибо и до встречи в 15.00 на онлайне для трениров-хозаторов. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!